Здравствуйте, в студии Владислав Юрицын. Сегодня мы поговорим о биологических ресурсах Каспийского моря. Для этого у нас в гостях Лидия Пархомчик, эксперт Института мировой экономики и политики при фонде первого президента Республики Казахстан. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с того, что вообще есть в Каспийском море. Что подпадает под категорию его биологических ресурсов? Здесь, наверное, очень большой охват того, что подпадает под биологические ресурсы. Нас, наверное, с вами больше интересовать будет то, что представляет выгоду в плане промышленности. Коммерческий и промышленный интерес. Да, совершенно верно. В этом отношении, естественно, это у нас осетровые. Осетровые – это то богатство, которое, собственно, привлекает как наших профессиональных рыболов, легальных, так и нелегальных, коих развелось достаточно большое количество на Каспийском побережье. Но если вот так посмотреть, то являясь высокопродуктивным в плане воспроизводства биологических ресурсов под аемом, вообще его фауна, то есть фауна Каспийского моря, она в сравнении с другими морями не столь разнообразна. Вот, допустим, с Черным морем там разница в 2,5 раза, а с Баренцевым практически в 5 раз. Прошу прощения, в Баренцевом море холоднее, но оно богаче по разнообразию Черного? Да, получается. И что это означает, собственно, для экологов, как это интерпретировать данную информацию? Это значит обуязвимость экосистемы. Если один вид или подвид выбивает из обращения, значит, он не участвует в природном обмене, являясь кормовой базой для другого, соответственно, страдает вся цепочка. То есть альтернативы практически нет. То есть у нас появляются плаклены с планктоном из-за, допустим, загрязнения техногенного, антропогенного. Вся цепочка дальше страдает. По каким-то причинам происходит массовая гибель, допустим, кильки, страдает дальше, допустим, Каспийский тюлень. И так дальше по пирамиде, соответственно, да. И все это приводит к тому, что общее количество, да, значит, поголовья того или иного вида, который проживает, да, биологическое разнообразие в Каспийском море, оно постепенно, планомерно уменьшается. Вот, собственно, это основная проблема. А тут причины же, почему уменьшаются, они достаточно известные. Вот экологи об этом говорят постоянно, начиная с советских... Аль, я прошу прощения, давайте все-таки о причинах. Вот рассказывали про какую-то медузу, которая попала на дне кораблей, которые ходят по каналу Волгодон в Каспийское море. Стало есть планктон, стало меньше кильки, стало меньше осетровых. А другие экологи говорят, что по сравнению с тем, сколько загрязняется промышленными отходами, как бы медуза так. Ну, она вредитель, конечно, но мелкий, как мелкий воришка. Да, ну, не совсем, конечно, медуза была, да, но я поняла кейс, который вы вспомнили. И действительно, подобная массовая гибель, да, значит, животных по таким или иным причинам, в том числе связанная с появлением чужеродных для экосреды Каспийского моря организмом, она также фиксируется регулярно. Вот, но, как и также вы справедливо отметили, да, планомерная и такая, значит, многовековая, так сказать, практика, да, промысловы, как промышленного, так и, да, рыбного хозяйства человека на побережье Каспийского моря, она, естественно, в сравнении, в общем, да, нанесла больше урона, чем какой-то чужеродный организм, который пришел там из Черного Азовского моря. Так что в этом отношении, да, экологи с вами, конечно, согласятся. Другой вопрос, насколько мы готовы изменить характер своей деятельности, чтобы по экологическим показателям хотя бы вернуться или хотя бы сохранить на первых этапах, сохранить то разнообразие бедовое, которое есть на Каспии, не допустить дальнейшего падения или хотя бы какой-то массовой гибели. Хотя, допустим, опять-таки, если мы на кейсы перешли, да, давайте вспомним кейсы гибели Каспийского тюленя. Вот, они достаточно происходят регулярно. Допустим, в 2017 году опять около на Каспийском побережье нашего, да, казахстанского сектора, вот, около 300 тушек было найдено. А всего его популяции на сегодняшний день какая-то? По разным оценкам разные, да, то есть кто-то говорит 110 тысяч, да, кто-то говорит больше, кто-то говорит меньше, зависимо, потому что только сейчас формируются те механизмы вновь совместного взаимодействия всей пятерки в плане экологического мониторинга. Я прошу прощения, я просто думал, что сейчас со спутников можно посчитать все. Практически, да, но делиться информацией могут, а могут и не делиться, вот, это на самом деле такая вот интересная вещь, которая некоторые представляют возможность делиться, в открытый доступ предоставляют некоторые, это делается, допустим, с какой-то коммерческой целью, это попутные, допустим, результаты каких-то исследований. Вот поэтому экологи здесь с разных сторон Каспия по-разному оценивают те или иные популяции видов. Ну, допустим, 100 тысяч, да, вот если мы говорим о начале 2000-х годов, вот был такой 2000-2001, 2001 год массовая гибель Кильки, которую по официальным данным, вот в рамках вообще Каспийского моря 40% погибло популяции, а по неофициальным данным около 80% погибло, вот, а если мы говорим о тюлени, то около 30 тысяч особей по всем, по всем, по всем, по всем. Я прошу прощения, а в рационе тюленей Килька это основное, да? Как раз таки Килька, как раз таки. То есть просто не става Кильки, а они на самом деле умерли от голода? Ну, там на самом деле, вот в этом случае, да, причина была названа другая. Экологи после достаточно большой и длительной серии тестов установили, что основной причиной гибели именно в этом кейсе стала собачья чунка, вот вирус кори. То есть это было вирусное вмешательство, которое человек контролировать, к сожалению, не может, да, по крайней мере, вот в этом контексте. И не было вызвано потомная массовая гибель популяции антропогенным фактором. То есть это не было обнаружено превышение доли каких-то химических вещей, реагентов и так далее, что, как бы, говорит об относительной чистоте тех мест обиталищ, по крайней мере, что редко, да, уже на сегодняшний момент вида, как аспийский тюлень. Вот, но опять-таки, это не совсем, некоторые говорят, данные исследования говорят одно, но, естественно, в народ уходят совершенно другие версии. Вот, то есть, там, раз с общественным мнением, вот экологам, к сожалению... Но человеку гораздо проще поверить, что если кильки стало в 4 раза больше, то, соответственно, и тюлени умерли от голода, чем то, что какая-то чунка. Да, да. Мы же знаем этих тюлений, я же их сам видел, никогда не болели, не чихали никогда. Вот, да, совершенно верно, да, то есть, здесь нужно проводить, на самом деле, если уж мы делаем подобные исследования, да, вот, нужно их популяризировать. То есть, если есть четкое понимание причин, да, нужно донести их до общественности, особенно до сознания граждан, проживающих на прикаспийских территориях, чтобы не уходила, так сказать, народ ложная информация, что достаточно, вот, показательно. Самый последний кейс, который связан с Казахстаном, это наверняка, да, вы помните, рыба на Урале? Да, совершенно верно. В декабре, вот, 18-го года было обнаружено, что, вот, массово погибла рыба, вот, перед этим массово она стремилась в водоем, куда, как бы, впоследствии она бы погибла точно, ее пытались спасти, а потом, вот, произошла, вот, массовая, получается, гибель. И после того, как лед в некоторых местах сошел, значит, в начале, в конце, уже, получается, зимы, 19-го года, так сказать, оставшаяся, оставшаяся масса рыбы, которая погибла в тот же период, она стала всплывать, как бы, еще раз актуализировав данную проблему, вот, и на исследования, которые выявят, собственно, причины, вот, экологи, ну, значит, да, специализированное агентство планирует потратить около трех месяцев. То есть, к лету нам станут известные результаты, что же произошло на самом деле, является ли это выбросом какого-то разового, потому что там по реке, да, идет несколько промышленных зон и, соответственно, сброс промышленных вод, которые, кстати, должны были, соответственно, быть предварительно очищены, да, значит, первое, что сделали местные власти, местные органы, это проверили на предмет превышения норм загрязнений в этих самых сточных водах, их не обнаружили. Соответственно, будут искать, каким образом произошло вот массовое гибрид рыбы, которое, на первый взгляд, пока не связано с промышленной деятельностью предприятия на Урале. Я прошу прощения, ведь для жителей вдоль Урала это еще и кормовая база, ну, то есть, ловят уже в обу, к обеду и так далее. Вот вопрос, три месяца тоже очень долго, а если люди продолжают ловить рыбу и есть, а вдруг они потом поумирают? Ну, пока отравлений каких-то зафиксировано не было, по крайней мере, вот на период, который мы с вами сейчас говорим, да, вот там, начало, значит, вся зима получается, да, значит, март, по крайней мере, не было массовых отравлений. Это, конечно, говорит о сознательности у людей, которые не стали употреблять ту рыбу, которую они нашли. Вот, видимо, действительно, ситуация нормализовалась, потому что вылоп действительно происходит, он как бы и легальный, и нелегальный. Вот, но надо вообще отметить, что в Атерауской области развивается вот самый, наверное, важный элемент для сохранения биологического разнообразия, в том числе осетровых, вообще любых видов рыб, это вот фермерские хозяйства, которые уже с целью вложения коммерческой выгоды от продажи рыбы производят свою деятельность, продавая уже готовую продукцию, которая будет сертифицирована на местные рынки. Мы говорим о морском и фермерском хозяйстве. Здесь, на море, вот интересно, да, у всех рыб есть свои особенности, да, поведение какого-то, да, биологического цикла. Вот, допустим, осетровые, они на нерестилище уходят вверх по реке обычно, да, то есть в самом Каспии они живут, вот, но метать икру они уходят непосредственно, да, только вот там, где они сами как бы биологически родились, а это вверх по Уралу, если относительно Казахстана. Вот, то есть разведение, как бы ловить-то можно на Каспии, а вот разводить и выпускать мальков желательно в пресной воде, не в Каспийской. То есть здесь такое взаимодополнение должно происходить. То есть производство, допустим, по вылобу-отлову, там, научному, научному мониторингу будет в АТРАО, а вот в Уральске уже будет, как бы, наиболее оптимальная точка для выпуска мальков. Но это вот все должно было быть увязано в единую, как бы, систему и мониторинга, и промышленного какого-то взаимодействия, сочнее, коммерческого, да, производства, воспроизводства, и нарыбление вообще рыбы, как в Урале, так и в Каспийском море. Я прошу прощения. Опять возвращаемся в Каспий. Если и Сыкуль, там все понятно. За все отвечает Кыргызстан и принимает решение. Каспий делится на пятерых. И вот как в этом плане осетры, как они подпадают под общую юрисдикцию? А вот здесь, да, здесь с начала двухтысячных годов начался активный процесс. Возможно, он активный со стороны птичьего полета, потому что это заняло около 18 лет, чтобы какую-то внятную и четко соструленную модель себе представить. Вот вспоминаем 2003 год. Это была принята Тегеранская конвенция по защите морской окружающей среды. В собственности герания она была, да, и подписана, которая на самом деле явалась больше рамочной и декларативной. Но отсюда берется начало пятистороннего формата взаимодействия прикаспийских государств в плане охраны вообще морского, да, морского биоразнообразия. Дальше к ней подписываются, то есть ратификация пошла в 2006 году, то есть она вступила в силу. Дальше, значит, начинают проводиться конференции сторон Тегеранской конвенции, участников сторон Тегеранской конвенции, которые вырабатывали подходы и рекомендации. Но оказалось, на самом деле этого не совсем достаточно, потому что взаимодействие сторон происходило на добровольной основе. Не было как бы принудительного, не было возможности принудить в юридическом порядке того или иного субъекта правоотношений запретить вылов в данной области, да, или снизить квоту вылова вот здесь. Хотя мы знаем, да, что до 2010-х годов происходило общее квотирование на вылов посетровых, вот, в какое-то время Казахстан даже не добирал. По взаимной договоренности. Но по взаимной договоренности это одно, но есть еще важный момент. Нужно, чтобы не только договаривались, сколько добывать, но и договаривались, каким образом воспроизводить эту самую рыбу, которую добыли. Или, по крайней мере, сохранить вот ту самую ценную красную рыбку, да, которая будет мечеть золотую-черную икру. Вообще, вот, по последним данным, российские экологи подсчитали, что, чтобы хотя бы восстановить, ну, или, по крайней мере, пойти тренд на позитив, да, то есть на повышение популяции осетровых, нужно еще как минимум 13 лет моратория. Полного моратория на Каспийском море, чтобы никто не вылавливал там породы осетрог. Мы знаем, что вообще осетр, ну, или в разных его подвидах, там, белуга, осетровые, вот они, чтобы стать достигнутой продуктивного возраста, им требуется очень много времени. Начиная, там, до 25 лет некоторые особи достигают, ну, в среднем 12. То есть через 12 лет маленький малек, да, достигнет того возраста, который он сможет приносить плодоносий, так сказать, да, значит, и приносить своему, там, хозяину, условно, на ферме надойку икры. Вот, то есть 12 лет – это очень долгие деньги, если в плане коммерциализации. Тут у нас для кого-то горизонт планирования в три года запредельный. Да, совершенно верно. То есть это достаточно такой, ну, прибыльный в дорогослуживом перспективе и очень планомерный и, опять-таки, затратный, на самом деле, бизнес до того, как, до момента, как он начнет отбиваться. Потому что там один резервуар, который имитирует, да, значит, проточный, имитирует среду, когда для развития ситровых, комфортного развития ситровых, он там, да, доходит до 500 тысяч тенге. Вот, это достаточно дорого, их же еще обслуживать надо, и он не должен быть один такой резервуар. Их очень много нужно, так сказать, поставить, чтобы ферма в итоге стала прибыльной. То есть это инвестиционно-затратная отрасль. Это очень инвестиционно-затратная отрасль. Более того, если мы говорим о фермах, да, то есть сначала есть первое желание, это отбить капитал вложенный. Вот, соответственно, вся продукция, которая будет производиться, будет отправляться куда? На экспорт или на продажу. Ну, в частном, в данном нашем случае это больше всего экспортная ориентированность. Без участия этих предприятий коммерческих в воспроизведении популяции. То есть мы легально выращиваем рыбу, мы ее, значит, методом щадящим, да, значит, не убивая, мы получаем икру. Вот, тем самым, как бы, опять-таки, это коммерчески выгоднее, да, чем убивать, растить, потому что долго, как мы выяснили. Вот, но при этом нету заинтересованности у владельцев частных того, чтобы мальков выпускать в Каспии для того, чтобы воспроизводили популяцию. Этим занимаются уже ориентированные, уже государственные структуры, научные подразделения, которые под это заточены. Вот, но некоторые даже там выступали с предложениями в какой-то степени обязать, да, подобные фермерские хозяйства, хотя бы немного принимать участие, пассивное участие, раз вы все равно этим же самым занимаетесь. Предоставляя, ну, за счет предоставления определенных налоговых льгот, вот, на свою собственную деятельность. Здесь вот интересный такой момент. Так вот, возвращаясь, да, значит, к нашему формату взаимодействия в Каспийской пятерке. Значит, Теглянская конвенция стала первым шагом. Но возник прям вопрос о всеобщем моратории. Он, значит, на повестку дня появился где-то в 2010 году. Вот, и для того, чтобы его узаконить в чисто юридическом плане, в 2014 году, вот, когда саммит в Астрахани проходил, было принято соглашение о сохранении и рациональном использовании биологических ресурсов Каспийского моря. И в рамках этого соглашения была создана комиссия по сохранению и рациональным использованию биоресурсов. Международная. Да, с участием всех представителей всей пятерки Каспийских стран. И вот эта уже комиссия, она обладает юридическими полномочиями устанавливать не только квоты, да, там, в масштабах Каспийское море, но и обращать общий мораторий и определять даже те самые зоны какие-то, да, вне зависимости от государственного, государственной принадлежности, где тот или иной вид, который, допустим, не подпадает, значит, для защиты и запрета, значит, в одной территории, должен быть запрещен для вылова вот в конкретном вот этом вот месте. Исходя из интересов, как бы, всего Каспийского моря, всей экосистемы Каспий, которые, как мы уже поняли, являются замкнутой. То есть, сам сказать, что если мы запретим вылов осетровых там на севере, да, значит, то на йоги можно их спокойно вылавливать, там, значит, ничего не будет, ничего подобного, потому что осетр и любые вообще другие биорганизмы, течение Каспия, они замкнутые, вот, это только на ней, если они в разные места могут уходить, да, но в течение года они курсируют по всему водоему, вот, и, значит, проблемы в одной части Каспия автоматически приводят к ухудшению экологической ситуации по количеству биоразопастия в другое. Соответственно, если, значит, на юге условно, да, значит, проблем таких не возникает, вот, то там на севере нужно с этим бороться. Нет ничего подобного, это должна быть комплексная система. Вот, более того, у нас уровень Каспии постоянно меняется, вот, это тоже по-разному влияет, как на людей, проживающих на территории, потому что нужно будет изменять виды, либо уезжать, либо приближаться к морю, да, то есть, доступ к водоему, или, наоборот, убегать от водоема, чтобы дом не подтопило. И, соответственно, производство тоже, либо переносить, либо каким-то образом закрывать, чтобы подтопившиеся территории не были загрязнены остатками промышленной деятельности, которая была на Каспии, это тоже важно. В нулевые годы тема осетров на Каспии очень активно в СМИ публиковалась. Я тогда обратил внимание, что международные организации, тот же Евросоюз, он запретил ввоз икры из России, Казахстана, Туркмении и Азербайджана, но разрешил Ирану, потому что у них там хорошо борются с браконьерами. Вот на сегодняшний день с браконьерством ситуация на Каспии какова? Ну тут вообще каждый год фиксируется в случае браконьерства, они, несмотря на все усилия, они регулярно появляются, информация о том, что браконьеров задержали с завидной регулярностью, чистота, к сожалению, не падает, возможно, какие-то периоды сходят на нет, но это обусловлено особенностью поведения, нерест, ненерест. Это не правоохранительные органы хорошо работают, это просто рыбы нет на нересте? Ну, мы не будем прям так однозначно утверждать, да, но действительно как бы активизируются браконьеры в зависимости от особенностей биологических циклок на Каспии. Соответственно, и правоохранительные органы также активизируются, и возможно, что в случае, когда больше становится, именно потому что особый контроль над ситуацией, да, то есть вот в весенний период, когда шарыба пошла на нерест, вот, все без исключения стран Каспийской пятерки, особенно севера, да, то есть Азербайджан и Российской Федерации, Казахстан, вот, свои собственные мероприятия проводят. К сожалению, масштабы и объемы, они, ну, рисуют картину, что браконьерство, даже несмотря на эффективность, да, проводимых мероприятий, вот, она остается прибыльной в плане коммерческой, да. Это при том, что самих осетров стало меньше, они же, соответственно, и вылов падает у браконьеров. Да, совершенно верно, но вот стоимость икры, она вот застилает глаза, видимо, тем, кто хочет заработать на данном виде деятельности, вот, с этим борются, действительно, мы не можем сказать, что здесь ситуация какая-то патовая, нет. Постоянно приходят мероприятия, постоянно улучшаются системы мониторинга, уже не говоря о том, что там, значит, новые патрульные суда, да, увеличение состава, дополнительные гидрологические какие-то устройства появляются, которые выявляют, да, сети или какие-то, да, значит, по сигнатурам, значит, там, лодки нелегальные перемещающиеся, вот, просто сам факт того, что вот, что настолько прибыльный бизнес, да, значит, вот, мы пришли к такому ситуации, к такой ситуации, которая есть сейчас. Единственный выход, который мы можем сейчас предложить или видеть перспективу, когда, наконец, будет невыгоден, это когда цена икры, она, как бы, на черном рынке уравняется ценой в магазине. Каким образом этого можно достичь? Это когда расцветут полным цветом вот наши фермерские хозяйства. Через 12 лет, если все будет хорошо. Ну, ориентировочно, да, вот, ориентировочно, вот, когда, возможно, будет покупать икру в магазине, не тратя бешеные деньги, вот, то, соответственно, стимул подобного браконьерства, он будет уходить, а это значит, нужно работать именно в данном направлении, то есть, а культуры, они должны развиваться, и, в первую очередь, в Казахстане, которое является после России, да, вторым местом нереста ситровых. И это, да, скажем, такой общий диагноз. Современная ситуация с биоресурсами Каспия или тренд, он на улучшение, на ухудшение или он стабильный? Здесь, наверное, экологи со мной поспорят и будут говорить о том, что ситуация ухудшается. Вот, однако, вот, как бы, имея возможность, как бы, немножко абстрагироваться, да, значит, с ситуацией. Есть примеры, когда, вроде как, самые, значит, наиболее активные загрязнители, то есть промышленные предприятия, в том числе нефтегазового промышленного комплекса, они, исходя из своей экологической стратегии, которая, кстати, обязательно теперь прописана для всех нефтегазодобывающих предприятий в Казахстане, и в первую очередь для, значит, для западного Казахстана, они предпринимают действия, которые как раз-таки идут на пользу экологической системе. Приведу один простой пример. Вот, мы уже с вами говорили, что уровень Каспия меняется, и, значит, береговая линия также изменяется. Вот, для того, чтобы прорыть канал до поселка Прорвы, сделав там небольшой такой маленький порт, вот, кстати, у нас теперь в Казахстане можно поздравить, у нас еще дополнительный порт появился, значит, для того, чтобы для Тенгиза провозить специализированное оборудование, да, блоки для третьей фазы расширения, точнее, увеличения, да, продукции, вот, был прорыт специализированный канал около 70 километров. Вот, для углемительных работ в течение трех лет специализированные компании проводили масштабные разработки, вот, сопровождающиеся экологической составляющей, которая увеличила в районе работ, да, значит, популяцию птиц, популяцию рыбы, и вообще, как бы, оживила этот самый участок, который до проведения подобных работ считался, ну, это отмельные территории. Там проблема была в чем-то, что когда-то море доходило до поселка Прорвы, а сейчас оно отходит, такой цикл получается, да, вода, наоборот, уровень падает, вот, и на протяжении около 50-40 километров уровень воды был, ну, в районе одного метра, ну, максимум двух, то есть это не судоходный, это уже, как бы, не побережье, то есть глубины не хватает. Лагуна, наоборот. Вот, да, отмельные территории. Вот, и для того, чтобы решить данную проблему, был вот такой придуман интересный способ, то есть по краям канала специальные сооружения, для которой привлекают пауну и флору, которые, вот, и растительность увеличилась, и птички прилетели, и рыбки приплыли. Вот, было, и экологи отметили, что это первый был проект, по крайней мере, за последние 10 лет, совместно с, который разрабатывался совместно с экологами местными, да, значит, с казахстанскими, плюс, значит, а инициатором этого всего выступала, как бы, нефтегазодобывающая компания. Вот, то есть есть пример успешного тандема. Хорошо, а последний пожар на Коломкасе, какие-нибудь его экологические последствия уже известны? Ну, а по официальным данным, не было зафиксировано ни повышение, да, содержания каких-то вредоносных веществ в воздухе, разлила нефть, там не нефть, да, там вода непосредственно, да, из скважины, которая была, она также, как бы, не дошла до Каспийского, да, значит, до Каспийского моря. Вот, но здесь есть определенная опасность чего? Что данные территории при возможном увеличении уровня Каспийского моря будут потоплены в дальнейшем, такое, ну, некоторые скажут, что это невозможно, но, значит, история, там, многовековая, там, расширение площади, да, и сужение, наоборот, таки Каспийского моря, она говорит, что, в принципе, это возможно. И вот тогда последствия этой аварии придут к тому, что, те самые потопленные шахты и закрытые, закрытые, там, грифоны, они, как раз-таки, и станут очередным источником загрязнения. Вот, но это в перспективе. Сейчас подобных пока опасений нет, потому что море, оно пока становится стабильным в плане его уровня. Вот, такой, как бы, такой, ни шатка, ни балка, то есть чуть-чуть уменьшается, но не критично, на самом деле, вот, в районе такой рабочей, рабочей отметки, вот, но в перспективе, да, может стать последствием, как очередного источника загрязнения. Большое спасибо. У нас в гостях была Лидия Пархомчик. Мы говорили о биоресурсах Каспийского моря. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok